Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития Российской Федерации одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту нового зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн. По словам вице-премьера Виктория Абрамченко, такое решение обусловлено историческим рекордом России по сбору зерна. Российские аграрии в этом году собрали свыше 150 млн тонн зерна, что позволяет России распродать излишки продовольствия. Увеличение квоты на экспорт зерна будет означать дополнительный рынок сбыта для российских сельхозпредприятий, что, безусловно, поможет поддержать сельское хозяйство и не допустить перенасыщения внутреннего рынка зерна и падения цен на него. К сожалению, в условиях санкций экспорт российского зерна весьма затруднен. Хотя прямого запрета на экспорт зерна против нас не вводили недружественные страны, тем не менее, есть ряд косвенных санкций, которые воздействуют на экспорт зерна. В частности, это различного рода логистические ограничения, которые наложены на российский экспорт, а также различные санкции в единой сфере страховки, связанной с продажей зерна. Есть группа стран, которые пользуются наибольшим приоритетом в ходе российских поставок зерна. Это в основном стран Евразийского Союза и ряд африканских и азиатских стран. Именно туда в первую очередь направлены российские потоки зерна. Цены на зерно за последнее время неуклонно растут, и в этом смысле экспорт зерна представляется очень важным для российской экономики. Сегодня Россия использует несколько иные маршруты на поставки зерна, чем это было до введения санкций, но в целом эти поставки продолжаются, и Россия видит в продаже зерна один из главных источников пополнения золотовалютных резервов. Отметим, что экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн. Согласно озвученной ранней в ноябре информации, урожай зерна в Российской Федерации собран с 9,5% площади и составляет около 152 миллионов тонн. Карина Саяхова, Универньюс.